Мы же закрываем. В смысле закрываем? Мы не работаем. Так обычно отвечают на всех несанкционированных точках, когда милиция начинает проверять документы. С незаконной торговлей саратовские власти борются уже пятый месяц. Но несмотря на это, многие продавцы закрываться не спешат. Но и этот ларек с рыбой больше работать не будет. У вас есть медицинская девушка? Можете ее показать? Она у меня на этом. На что? Где у вас? На Добске. В Комсомольском поселке действует так называемый народный рынок. Однако среди тех, кто торгует овощами и фруктами, со своих огородов много перекупщиков. Работают в основном без документов. Такие условия продажи не устраивают и покупателей. Многие отказываются брать продукты на стихийных рынках. Лучше в магазине. И чтобы здесь чисто было. Приятнее будет ходить. Вы сами видели, что здесь получается с прилегающей территории. То есть грязь, пыль и так далее. Не убирается. Все в коробочках. Все в антисанитарии. Ну это просто опасно для жизни. В заводском районе несколько улиц, которые больны незаконной торговлей. Барнаульская, Чернышевского, Васильковского и проспект энтузиастов. Постоянные объекты милицейского контроля. В основном нет документов на регистрацию и нет документов на товар, который реализовывается. Сейчас летний период пошла овощная продукция. Это создает определенные нарушения санитарных норм. В настоящее время мы проводим рейды совместно с администрацией, депутатским корпусом. Это дает положительные результаты. Ларечники свой бизнес прикрывать не торопятся. Их гонят с одного места, они идут на другое. Из-за этого рейды по незаконной торговле будут вести постоянно. Екатерина Савина, Артем Митько, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.